Всем огромный привет, мои хорошие! Ну что, готовы к одному из самых полезнейших видео на моем канале, мне кажется, за всю историю канала? Сегодня речь пойдет об экспресс-пп похудении буквально за пару недель до какого-то события. Именно этими лайфхаками и именно таким образом в жизни я пользуюсь всегда, когда мне нужно быстро привести себя в порядок перед морем, перед отпуском, перед днем рождения, перед Новым годом. И это самое действенное из всего того, что за все годы своей 30-летней жизни я переброговала. Как вы помните и как вы знаете, я противник всяческих диет, я противник этих немыслимого количества различных таблеток и всяких приспособлений для похудения. Такого не бывает, волшебные таблетки не бывают, бывает только волшебный пендель, который сегодня я вам точно, поверьте, дам. Все это будет в моей манере, с рукоплесканиями, с постановкой вас и вашей головы на место, потому что вообще я такой человек, который в принципе, когда сильно захочет, сделает. Действительно, сила воли у меня просто железобетонная, поэтому частичку этой самой силы воли я передам в сегодняшнем видео вам. К сожалению, набирается жир, вес и проблемы со здоровьем совершенно незаметно день ото дня. Короче, тот момент, когда ты встречаешь свою школьную знакомую, одноклассницу через несколько лет и, честно, ее не узнаешь и думаешь, как можно было себя так сильно запустить. В этом видео не будет расчетов КБЖУ. Это, знаете, такое себе на расслабончике привести себя в порядок. Ни в коем случае не нужно думать, что за эти две недели вы скините колоссальное количество килограмм. Да, вообще забудьте, что такое килограммы, потому что я уже вам тысячу раз объясняла, что такое мышечная масса, что такое жировая масса, что одно тяжелее другого. Раздобыть хороший сантиметр и себя замерять. Либо раздобыть хорошие весы, которые будут мерить вам процент мышечной массы, процент жировой массы, процент воды. Эти килограммы, честно говоря, уже давно-давно никому не нужны. Знаете, начнем, наверное, с самого легкого, просто самого вот прям совсем лайтовенького. Первое, что вы должны сделать, если вам хочется жрать что-нибудь вредного, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Вот честно, это помогает просто как нельзя лучше. А еще лучше, если вы находитесь дома, снимите себе одежду и посмотрите на себя либо голышом, либо в белье. Поверьте мне, вам реально перехочется того, что вы сейчас в данный момент хотели. Помните такую поговорку, если хочешь есть, ешь яблоко, не хочешь яблоко, не хочешь есть. Вот это примерно то же самое, что сейчас про меня и должно быть про вас перед Новым годом. Или перед другим каким-то событием. Но при этом, при всем, вместо яблока мы берем, например, куриную грудку, белую рыбу, высоко белковые продукты. Второй лайфхак, которым я хочу с вами поделиться, меньше жрать. Я ни в коем случае не имею в виду то, что вы вообще не должны есть. Или должны есть на какой-то, не знаю, там 800 калорий в день. Ни в коем случае. Если вы едите сейчас вот определенные продукты, а если вы хотите знать сколько, то лучше записывать, потому что все эти перекусики, как правило, не сохраняются в нашем мозгу и в нашей памяти, а потом оказывается, что едим мы на все 3, а то и 4 тысячи килокалорий. А это катастрофически много для мужчины даже. Меньше надо есть. Примерно запишите весь свой рацион в день. Вот вообще не парьтесь просто, вот знаете, живите как живете, возьмите листочек, и как только вы что-то... А лучше не листочек, знаете, телефон всегда с собой. И просто когда вы хотя бы маленькую крошечку чего-то едите, или маленькую капельку чего-то пьете, если это не вода, все остальное считается соки, газировки, супы, все считается все. Все, что попадает к вам в рот, кроме воды, мы записываем. Потом считалочка в компьютере, сколько это калорий и сколько мы съели за весь этот день, обалдеваем, офигеваем и просто в шоке находимся от того, сколько это на самом деле. Так вот, я вам скажу, надо жрать меньше. Меньше того, что вы сейчас едите. В любом случае, это будет хороший стресс для организма, и он начнет перестраиваться, он начнет уже понимать, что вы от него хотите явно чего-то большего, а не то, что происходит сейчас. Во-первых, убрать все вкусное с глаз долой и сердце вон. Если у вас лежат, например, как у меня, дочки на конфеты, на всеувидение в специальном домике для конфет, и если вы не можете их не есть, а я могу. Так вот, если вы не можете их не есть, уберите их вообще просто. Если у вас есть дома там муж, ребенок, который все это поглощает, особенно в несметных количествах, попросите их просто вам это не показывать. И то же самое касается не только того, что лежит у вас, например, на столах, в каких-то шкафах, куда постоянно рука так и тянется, его прям открыть и что-то там съесть. Это самое касается также холодильника. Насколько бы смешно и нелепо это не казалось, если особенно ваша семья, а порой и мой муж, и мой ребенок едят не ПП, вот реально сделайте, как в общаге, сделайте свою специальную полку, вот когда ты открываешь холодильник, чтобы эта полка просто находилась у тебя вот прям на уровне глаз, ни выше, ни ниже, ни где-то там специальный закуточек, типа для тебя, все вкусное для остальных, вот просто сделайте себе самую главную полку, где будете хранить ПП продукты, которые сейчас на протяжении, ну, пару недель, да, так скажем, мы будем с вами поглощать. И вообще старайтесь на другие полки не лазить. Конечно, надо иметь просто величайшую наглость, чтобы в доме худеющего человека специально ставить какие-то вкусные вещи и наяривать мороженое и чипсы. Но, может быть, когда-нибудь вы сами поймете, что чем больше вам предлагают, чем больше люди вокруг хотят, чтобы вы были на том же уровне, а то и хуже, на том же уровне здоровья, а то и хуже, вот чем больше они будут вам предлагать, и чем больше вы от этого отказываетесь, тем сильнее вы становитесь. Поэтому не бойтесь этого, не нужно раздражаться, не нужно уж тем более ссориться по этому поводу со своими родственниками. Но как вы думаете, откуда взять эту самую силу воли? Взрастить ее в себе, потому что это тот же самый характер, это та же самая закалка, в конце концов. Так что давайте уже потихонечку становиться сильнее и не обращать внимания на тех людей, которые едят рядом вкусняшки. Блин, да, мне тоже сложно иногда, и чё ж, ну чё ж теперь, ну давайте тогда все будем жирными и больными. Классно. И вот если возвратиться на эту самую полочку с нашими попешными продуктами, которые мы будем есть на протяжении этих двух недель, знаете, что там должно быть? Максимально простые продукты. Не надо ничего придумывать. Мне постоянно, Аня, а готовишь ли ты какие-то шедевры, пп кулинарии, пп тортики, пп какие-то, не знаю, в общем, реально шедевры. И я говорю всем всегда, вообще не заморачивайтесь, серьезно. Чем больше вы заморачиваетесь на еде, вот прям так и хочется сказать жиротре. Потому что большинство людей постоянно думают о еде. Просто вынашивают вот эти мысли, сидят на работе, не думают о работе, не думают о детях, не думают о доме, о мужьях. И о чём не думают? Дайте только пожрать! Пришли в гости, сразу чай с тортиком. В торговый центр пришли, сразу, ну да вот в этот вот ресторанный дворик, что там сегодня дают? Выбросьте эти мысли у себя из головы, выбросьте вообще всё, что связано с едой. Ешьте максимально простые продукты. И сейчас я вам покажу, что лежит сейчас в моём холодильнике. Потому что это настолько примитивно, это настолько просто. Поел и пошёл заниматься своими правильными, классными, интересными, рабочими, не знаю, семейными любыми делами. И у меня нет такого, что я там на протяжении всего, времени всего дня думаю, блин, чё бы поесть, блин, чё бы приготовить. Как это так ты вот готовишь на несколько дней вперёд? Это же уже не первой свежести продукты, надо же постоянно себе свежее готовить. Ну ребят, ну вы чё, вы тогда вот серьёзно, вы просто проспите и приготовите всю свою жизнь. На свете столько интересных дел. Вместо того, чтобы часами сидеть и наяривать, стоять этот борщ. Очень часто меня спрашивают, Таня, ты ешь супы? Я не ем супы. Даже если там супер-мегаполезные продукты, всё равно вот эта вода, которая растягивает вам желудок, вот эти вот продукты, которые в мизерном количестве там вообще находятся, вот бутыхаются в этой воде, которая растягивает вам желудок. Всё это мясо, если вы берёте диетическое, да, классно, но белка всё равно не хватает, потому что это вода, которая растягивает вам желудок. Если это мясо какое-то жирное, то это просто вода с жиром от этого мяса. В общем, вот мое отношение к супам И те самые ПП-супы, которые все мы едим Типа первое, второе потом в эту воду забултыхали Да, потом все это запили компотом А лучше еще чаем с конфетками, с печеньками, с тортиками Лежишь вот так вот на диване И думаешь, ну у меня же сейчас ПП все это было Че ж я жирею-то, непонятно, я же на ПП Проходим ко мне на кухню, видим те самые авокадо, которые я еще не пересадила Вот тот самый домик, который постоянно стоит и маячит у меня на глазах К которому я вообще не подхожу и не обращаю на нее внимания Потому что я просто уже настолько отвыкла от сладкого Да, иногда ем, знаете, иногда бывает прям захочется конфетку Раз в месяц подойду, съем там какие-нибудь штуки Но он спокойно стоит Вот если вы не можете на это смотреть Вот с глаз долой убирайте Вот это вот у меня для синичек На которых, между прочим, не равняйтесь Потому что они едят вообще постоянно Мне кажется, в феврале из них можно будет мясной рулет делать Смотрите, какие жирненькие Я, конечно, сейчас... Ну да, винишко убираем Лосось на пару Я обожаю вот эту мою красавицу новую Это моя пароварка, которую буквально недавно я купила Под лососем у меня стоят кабачки, которые также были приготовлены на пару То есть у меня второй ярус были вот эти кабачки А первый ярус у меня был вот этот лосось Цельнозерновой хлеб Здесь у меня соус, которым я... Которым для вкуса я могу, например, намазать там немножечко лосой Здесь у меня сырненький сырок без сахара Риет, который сейчас у меня под вопросом И я специально оставила баночку, чтобы проверить, повести его на экспертизу Овощи... Овощи, причем не крахмальные То есть крахмальные овощи Это помидоры сейчас не ем У меня сейчас водянистые огурчики У меня сейчас перчики Здесь же у меня лежит куриная грудка в бульоне Чтобы она была максимально мягкой Здесь же у меня лежат на случай, если прям очень захочется, куриные ножки Это мы едим вместе с моей дочкой Причем они просто отварные Тоже в бульоне лежат Это просто более жирное мясо, чем куриная грудка Здесь у меня лежит тофу-паштет, который я намазываю на цельнозерновой хлеб По утрам То есть, собственно, то, что я позволяю себе утром Это хлеб Это какие-то макарошки И, например, вот такие вот вещи Типа хурмы Или любых других фруктов Потому что фрукты и все эти каши Все эти какие-то даже цельнозерновые хлеба Все это углеводы И вот мы сейчас переходим к самому-самому-самому главному Что, собственно, отличает всю мою обычную жизнь От тех двух недель, двух-трех недель подготовки к определенному событию Практически полный отказ от углеводов Ни в коем случае не полный И ни в коем случае не полный И ни в коем случае не полный И еще раз ни в коем случае не полный Потому что иначе у вас будут проблемы с кишечником и со всеми такими делами Углеводы нужны обязательно Но углеводы сложные Углеводы пустые В виде каких-то даже пускай фруктов И вот я вот хурмусь Я купила просто дико захотелось вообще Но ем я это все до 12 дня Дальше у нас овощи Дальше у нас рыба Дальше у нас мясо Может быть творог Но творог, если вообще ничего жирного Лучше на ночь именно не есть Какую-то зеленушку с белком С морепродуктами С куриной грудкой С белой рыбой То есть здесь уже жирная Например, там типа лосось какой-нибудь Да, или там куриные ножки То есть это, конечно, вообще не-не Конечно, очень многим сейчас И диетологи, и врачи Уже присели на уши Что на самом деле нету Никакого смысла в отказе от углеводов Например, на ночь И в абсолютно фиолетово Когда ты их ешь Но насколько позволяет моя практика фитнес-тренера И насколько позволяет мне моя практика Постоянной слежки за собой Я замечаю, что это работает на 100% Ахните и охните Ахните и охните Как сильно хорошо это помогает Ну а многим диетологам, врачам и так далее Просто, честно говоря, крайне выгодно Чтобы вы были не очень здоровыми И максимально не очень худыми В смысле здоровой стройности Если вам вдруг когда-нибудь Не знаю, допускай у вас хоть и ПМС какой-нибудь Ну вот дико хочется вам чего-нибудь вредного, сладкого Ешьте это в отдельное время На желудочек вот такой Сделайте просто вот Кулак в кулак Вот у вас желудок вот такой Ну растянется он, например, от какого-то количества пищи Ну не надо просто вот реально Просто вот такие тарелки туда класть И желудок постоянно будет требовать вот это Потому что он просто не привык к другому Поэтому даже если вы хотите что-то вредного Сделайте это отдельным приемом пищи И желательно в первой части дня Да, не обязательно до 12 Хотите до 2, да бога ради Хотите в 23 можете съесть В принципе, что я тут вообще распинаюсь Хотите съесть шоколадку, да Хотите съесть там Да даже пускай шоколадку с чаем Да вот фиг с ним, вот честно Мне постоянно Аня, с чем ты пьешь чай? Серьезно, ни с чем Я пью просто голый чай без сахара, без всего Он сам по себе вкусный Я накупила себе кучу вкусных, полезных Чаев, чаев Которые вкусно пить и так Если вам не вкусно пить чай так Вообще зачем его пить? Попей воды Если ты хочешь шоколадку Съешь шоколадку просто Ведь это какое удовольствие Реально взять кусочек шоколадки Когда она вот прям Знаете, иногда прям реально охотится Так что прям сил нет И ты берешь кусочек шоколадки И просто вот это вот мусолишь ее во рту Чувствуешь этот вкус И тебе уже не хочется съесть ее всю То есть ты ешь не бездумно ее А ты реально хотел Ты хотел этого вкуса Ты хотел вот этого взрыва Вот этого вкуса шоколадного И ты вот его получаешь Колоссальнейшее удовольствие Но сделайте это отдельным приемом пищи Не надо наслаивать это на суп и салат Думаешь о еде, хочешь шоколадку съесть Встань уберись Встань прогуляйся Встань поработай в конце концов Хватит на работе думать о еде Постоянно Люди постоянно думают о еде Серьезно Народ, вы че? Иногда мне Мне, кто сейчас вам говорит Не думай о еде Потому что я реально этого не делаю Мне часто пишут Аня, ты постоянно снимаешь ролики о еде Ты постоянно думаешь о еде Как можно? Я блогер Я пытаюсь донести до вас Что не нужно думать о еде Поэтому у меня и ролики такие Хватит думать о еде На самом деле в жизни я занимаюсь Просто огромным-огромным количеством Всяких интересных для себя дел Работы Я постоянно придумываю что-то новое Для своей семьи Для своего какого-то окружения Для себя в конце концов Кто хочет действительно быть красивым Здоровым Добрым Позитивным Потому что когда мы чувствуем себя Красивыми и здоровыми Мы вообще На самом деле все Сознание у нас меняется Так вот У меня всегда есть с собой вода Я купила себе двухлитровую тару Их просто миллиард на Алиэкспресс Я даже ссылку давать не буду Потому что их просто гигантское количество На Алиэкспресс Заходите Вводите Бутылка 2 литра Там 3 литра Там есть 5 литров Короче что вам удобно Просто вот это реально очень классная вещь Когда я была только-только после операции Я прям не могла мне нарадоваться Потому что вообще на самом деле Она у меня стоит просто везде Не забывайте про воду 2 литра воды должен выпивать просто На раз-два любой человек Но на самом деле конечно все это Не сразу приходит И если вы до этого не пили вообще Не надо на следующий день вставать И выпивать 2 литра воды У вас просто и почки офигеют И желудок офигеет Вообще вы сами офигеете И скажете блин ну нафиг Ну потому что это реально довольно сложно Я приучала себя наверное полгода Вода самое лучшее лекарство От всех проблем Вода это просто дар вселенной Которую большинство людей Просто ни во что не ставят А зря Постоянно думаете не о еде А о воде И вот эта бутылка качует со мной Просто по всей квартире Я работаю, сижу там монтирую Еще там чем-то занимаюсь у компьютера Она у меня стоит рядом с компьютером Я лежу, отдыхаю Или например там ложусь спать Она у меня стоит всегда в спальне Рядом с кроватью на тумбочке Я снимаю для вас видео Уже на протяжении минут 40 Если не больше Она у меня стоит здесь рядом И я пью воду То есть даже пока я снимаю вам видео Я уже несколько раз приложилась К этой самой бутылочке Не забывайте воду Вода это очень-очень важно Вода самый мощный Подпопник Вашему метаболизму Либо вода Либо идите Ну, извините Фитнес занимайтесь Тренируйтесь Потому что самые мощные Двигатели нашего метаболизма Да, соответственно Обмен веществ Это вода И мышечная масса Поэтому Либо и то, и другое Либо хотя бы что-то из Двух Добр Нет, есть Есть из двух зол А есть из двух Добр Я надеюсь, что после таких напутствий Через две недели Из вас выйдет Выйдет Из вас выйдет Другой человек Из вас Да что выйдет Другой человек Какой Откуда он выйдет Я надеюсь, что после всех этих напутствий Вы действительно станете Другим человеком Вы станете Совершенно по-другому себя ощущать Вы станете больше Уважать себя Как только вы измените Своё отношение К питанию К своему телу К своему здоровью Вся ваша жизнь Изменится В лучшую сторону Я вам желаю красоты Здоровья С наступающим вас 2020 годом Я всех очень люблю Ну и иногда ругаюсь В видео Знаете, что всё это я делаю Из-за большой любви Из-за большой преданности И уважения К каждому из вас Я всех очень люблю Целую, обнимаю За всё ещё видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok